В моей жизни было огромное счастье участвовать в спектакле «Доль королева» с такими великими людьми, как Александр Васильевич Бурдонский и Алина Станиславовна Покровская. Ее задача была простая – любить Сару Бернар. Я обожал Алину Станиславовну, поэтому в этом плане было легко. Но самое главное, что я вынес в этом спектакле – это общение, это большой опыт творческий, человеческий. Конечно, я благодарен Александру Васильевичу за все, что он сделал в моей жизни, и мне его очень не хватает. И хочу вспомнить только одно четверостишее, которое в последние годы он носил с собой в своей знаменитой записной книжке, в которой было много всяких афоризмов, распределений, телефонов. И там было такое четверостишее Гумилева. «Еще не раз вы вспомните меня и весь мой мир, волнующий и странный, нелепый мир, из песен и огня, но, между других, единый, необманный». Вы знаете, мне очень посчастливилось встретить в работе и общаться более 30 лет с удивительным человеком, образованным, тонким, профессионалом высочайшим – это Александр Васильевич Бурдонский. Вообще, вы знаете, когда теряешь родителей, наступает кровное сиротство. Но когда теряешь еще вот такого творца, такого коллегу, такого учителя, как был Александр Васильевич, ну, это тоже какое-то бесконечное сиротство, творческое, человеческое, потому что он здесь недавно, недалеко жил, и мы часто встречались, куда-то ходили в какую-то тротулю просто, чтобы посидеть, поговорить. Я его никогда ни о чем не расспрашивала по поводу его жизни, все, что надо и все, что он считал нужным, он рассказывал сам. Вы знаете, в театре его побаивались, так мягко говоря, потому что он любил дисциплину и любил полное подчинение, что вполне естественно, потому что он, как режиссер, приходил настолько вооруженный, какие-то выписки делал, какую-то литературу привлекал, что, в общем-то, и репетиции превращались не только в репетиции, но и в какие-то разговоры о жизни ассоциативные. Вот. Я помню, он даже пришел в черной своей шапочке, бледный, закутанный, вот, нет, все, просто почитаем. Мы обрадовались, просто почитаем, потому что нам всегда ленивые, тупые. Вот. И мы стали так просто читать. И вот здесь, куда делось его недомогание, болезнь, он стал неистовым, он скачил, он стал кричать на нас. Вот. И как-то так... Да. Вы знаете, что было удивительно на репетициях Александра Васильевича? Он был так заразителен, он приходил иногда уставший, неважно, себя чувствовал, но он потом расходился, и он был так заразителен и заряжал нас этой энергией. Откуда у него все это бралось? И самое главное его... Ну, для него два дома было. Дом, в котором он жил, и театр – это тоже дом, в котором в большинстве он и жил. У него был какой-то мюх и честье на талантливых людей. Он иногда на главную роль назначал совершенно молодую, в общем-то, неопытную актрису, и вытягивал, дотягивал, и, в общем-то, добивался того, что ему было нужно. Вы знаете, говорят, что незаменимых людей нет. Есть личность незаменимой. Александр Васильевич был очень яркой личностью, невероятно скромной, очень начитанной, образованной. Иногда, когда мы собрались в большой гримерной после какой-то премьеры или спектакля, он вдруг, как говорится, раздевнул за ручку, и он и пел, и читал стихи, и вообще как-то был настолько многогранно вдруг для нас открывался какими-то своими... Хотя мы подозревали, что в нем много всего. Ну, а уже какой он был актер замечательный, потому что, когда он показывал, это либо нужно было повторять нагло абсолютно, ну, для пальчиков, да, либо, в общем, соответствовать, но так же талантливым, как показывал он. И его отношение к своим спектаклям. Он, даже чувствуя себя совершенно больным, он приходил на каждый спектакль, проверял декорации, конструкции, освещение, сидел, курил в коридоре, и он обычно ухом всегда воспринимал спектакли на слух, и потом делал очень точные и важные замечания. Вы знаете, ну, вот это целое для меня человеческое театральное этвохо. вместе с ним ушло. Поэтому сейчас, как говорится, уже какое-то ощущение невозможности какого-то такого обретения режиссера, которого бы интересовала твоя судьба, твои возможности, который бы тебя пытался с разных сторон раскрывать. Он был очень преданным и не допускал предательства, хотя дважды ради творчества, ради художественного смысла он простил и одному, и другому актёру предательство. В душе он был романтик, мягкий. И вот это, наверное, по жизни его детство, так сказать, всё предшествующее его появление и так далее, всё погрузило его в какое-то такое замкнутое... Он очень редко, когда друг позволял себе что-то рассказывать из своей семейной жизни. Я никогда его ни о чём не спрашивала, я даже не знаю, как это было бы возможно. Он всегда умел так посмотреть на бестактный вопрос или интонацию даже, потому что у него очень чёткое ухо было, что, в общем-то, какой-то человек сникал и становился такой лужей просто. Во всяком случае, наш театр лишился такого большого режиссёрского таланта, профессионала, человека. И как бы не грустно было, но завтра в 23-23 мая и завтра уже 3 года время бежит, и из-за этого коронавируса даже нельзя на макет посъедить. Но будем надеяться, что когда-то это закончится. И я думаю, что он там и вообще все наши там понимают, что храмы закрыты, я так молюсь дома, заверкаю свечки. Поэтому мы воздадим за все эти месяцы заточения и поклонимся, придём с цветами и поблагодарим их. Я думаю, что каждый последующий обидно. И хотя все вообще в театре знают, что был знаменитый Райзман и говорили, когда попадёшь к Райзману сниматься, то значит, это будет какая-то женская, актёрская удача. Что это даже кто-то, вот не знакомый, впервые пришедший на экраны, вдруг прозвучит, засветится и станет что-то из себя представлять. Вот я очень благодарна Саше, хотя в начале я смотрела, как и Ольга, смотрели с завистью на его роман, как я называю, с Людмилой Ивановной Касаткиной, с Ниной Афанасьевной Сазоновой, потом с Ольгой, потом со мной, потом и этот роман кончился, и теперь идёт роман с Людмилой Чурсиной. Да? Да, да. Творческий-творческий роман, и всё. Неизвестно. Всегда интересно смотреть, потому что особенно, хоть вот есть, он перечислил трёх мужчин, которые постоянно сопутствуют ему и вместе с ним творят, работают, но каждый раз смотришь и видишь замечательные, замечательные женские роли, даже небольшие. Я вот увидела в спектакле в Выпсоне небольшую роль Люды Татаровой, которая, ну, небольшая роль, но, которая, вот её здесь, к сожалению, нет, а вот она, которая, я вижу, что она в отличие от меня, она послушная режиссёра, она ему верит, она с ним не спорит, и это очень идёт ей на пользу, потому что вплоть до мельчайших подробностей, ну, просто изумительно, у меня все движения, и это вам, похоронка, и согласись, в отличие от меня, с подарком моим характером. Ну, я, как и Мольд, я надеюсь, что, несмотря на все, на эти романы, мы всё-таки остаёмся членами вашей семьи творческой, я надеюсь, что ещё будет у нас, хоть мы представители уже уходящего поколения, уходящая натура, как тот и сказал, но, может быть, может быть, я надеюсь, что мы ещё встретимся. Беть не могу, Саша, ладно, и хорошо, ладно, я вас целую, и люблю, и... АПЛОДИСМЕНТЫ Буквально два слова. Ещё вот, уж коли упомянута здесь Люда Татарова, ну, я думаю так, что пока мы говорим, Алёна петь сегодня не может, да? А Люда у нас поющая актриса. Я вам предлагала, я вам предлагала свои услуги. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам предлагала. Оля, Оля, ты смотришь всех, потому что у людей нет таких вокальных роскошных. Да, им будет обидно, им будет обидно, ладно, прощай. Всё. Вот, Люда Татарова, наша наслужная артистка, наша ведущая молодая актриса, ну, для меня она совсем ещё ребёнок положит, вот, и я думаю, что актриса, которая потихоньку идёт вверх, к которой я очень нежно отношусь, потому что она очень хороший человек, кроме того, что она человек талантливый, талантливый во всём. Она очень музыкальная, прекрасно движется, великолепно вот играла она, у меня, в Шараде, в Бродвее, вместо Оли Богдановой. Ну, гораздо хуже. Гораздо хуже. Зависть, зависть, хорошо. Ну, вообще-то, Пушкин говорил, что зависть это хорошее чувство, а нас родни соревнования. Поэтому, ничего страшного. Вот, Люда Татарова и Ваня Пожарский. Давайте я вам предоставлю на минуточку сцену, они что-то, что-то немножечко споют, да? пусть споют. Так и быть. Здравствуйте всем, здравствуйте коллеги, дорогие, любимые, здравствуйте дорогие друзья. Вообще у нас добрый коллектив. А нельзя поискренней, чуть-чуть поискренней? На первый взгляд конечно может показаться наоборот, но на самом деле правда очень добрый и все мы друг друга любим, нас особенно молодое поколение. Старшее поколение очень любит. Прямо старшее посмотрело на меня, ну слушай. Товарищи зрители, вступитесь, вступитесь на меня. А ведь все благодаря Александру Васильевичу, правда, мы так вот едины во всем, в нашей любви к вам, и я очень рада, что я принадлежу к любимым вашим женщинам, и наверное я единственная женщина из всех ваших любимых, которая не ревнует. Я не ревную, я считаю, что у меня как-то есть свое место, и оно собственно никем не будет занято, потому что... Ольга Михайловна просила поскромнее, я стараюсь, за всех сил. И Александр Васильевич просил, говорит, Ледочка, спорь, что-нибудь, пожалуйста. Я долго думала, ну что, много песен на свете разных. Ну, конечно, про любовь. Одну из красивейших и любимейших моих песен, безусловно, и я думаю, что и ваши тоже, потому что эту музыку невозможно забыть, эта музыка вечно. Исаак Дунаевский. Дайте нам музыку красивую, пожалуйста. Она должна прозвучать. Вот. Можно погромче. Очень красиво. Живем в оркестре. Он придет однажды, ласковый, желанный, самыми настоящим бедру. День весь, как во сне, покоришь. Ночью лишь подушки, девичьей подружки выскажешь свои мечты. Если все не так, если все не так, если все не так, если ночь погнать, цвета, если сон не живет, если сердце плачет, плачет с благодатными средами, если сердце плачет, если сердце плачет, если сердце плачет, если воздух мой песен, если расставаясь, ищешь встречи нам, значит, ты пришла моя любовь. Будут все нежнее Радостные встречи Будет каждый день весной. Но наш бы темный Непогожий вечер Ты придешь на море одна. Медленно плоток Расскажешь Слово никому Не скажешь Ночью лишь подушки, девичьей подружки Выплачешь свою Тоску Если все не так Если все иначе Если думать нету Если груди снит Если сердце плачет, Плачет, Плачет высказанной Воры Если не слою, А ты болью Можешь Если не горю, Не веришь Если расставаясь, Встречи не хочешь Вновь Вновь Значит, Ты пришла Моя любовь. Но если все не так Если все иначе Если ночь полна Слезами Слезами Если сон не живет, Если сердце плачет, 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 Плотными слезами Если целый мир Стал для сердца тесен, Если воздух полный Песен, Если расставаясь Ищешь встречи, Значит, Ты пришла Моя любовь. Kay. Глесар Очень хочется сказать Да что Алиса Васильевич Этот Замечательный режиссер Для молодого поколения Который еще остатый Воспитывает. С ним вообще огромное удовольствие и репетировать. Ну, потом ты как-то играешь себе в спектакле, играешь, там процесс идет какой-то. Но репетиции — это отдельная история, это всегда интересно бесконечно. И в чем заключается это тонкое воспитание? Александр Васильевич что-то говорит, 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 потом говорит «Ну, если вы видели, вот там вот есть такой фильм у Пазолини, ну, хотя бы тупенький, вы наверняка не видели». И ты сразу бежишь домой, вскачиваешь этот фильм, смотришь и приходишь на репетицию, думаешь, я же не тупенький, я посмотрела». А у Бергмана вот есть еще фильм. «А, ну это вообще, я даже не слышала наверняка». И думаешь, да что ж такое. Но вот это воспитание из «Одня в день». Спасибо вам огромное. Спасибо. «Побадим, пожалуйста». Видите, тут целая заявка на спектакль, потому что у нас в планах где-то, кажется, что у Женьки будем вечно, у нас есть планы с Людой, и как бы еще я хочу поставить оперетку одну. А вдруг, а вдруг, я хочу вам просто представить, потому что человек, с которым я работаю много-много лет, достался он мне в наследство от Анатолия Васильевича Эферса. Это замечательный театральный композитор, а театральный композитор, это вообще надо сказать, это особая статья, это не просто композитор. Этот человек должен еще обладать чувством театра, чувством тебя, чувством драматургии, чувством автора, который написал пьесу и так далее. Это Владимир Владимирович Багров. Володя Багров. Покажите, пожалуйста. Вот вся музыка, которые будут в моих спектаклях, или им написано, или им подобрана. Что подобрана очень редко, в основном написано. Ой, молодец. Теперь я вот вижу рядышком с ней, сидит Наташа Курсевича. Это наша актриса, очень талантливый человек, и человек, который, мы все к ней относимся с такой, иногда с улыбкой, но всегда с нежностью, потому что она фанатически, преданная театру и искусственным делами. Играла у меня... Наташа вообще пришла в театр, я должен похвастаться, она очень хотела со мной работать. Вот так она у нас возникла в театре. Ее в театре взяли, она оказалась очень даже нужной и полезной актрисой. Вот как-то мы с ней всерьез мало работали. Она играла у меня много, но не очень большие роли, и это были вводы и так далее. Но вот в «Чайке» она сыграла Полину Андреевну, сыграла ее просто великолепно, и работа совершенно отличная. Вот это вот. Спасибо. Не полезно. Нет, придется. Поросилодка, но слова, которые родились в процессе общения с Александром Васильевичем, это действительно счастье, это школа для любого артиста. И чтобы не повторяться, коллеги мои очень многое сказали, мне хочется добавить то, что Александр Васильевич относится к тем режиссерам-педагогам, которые умеют привнести в профессию то, что мы, возможно, не всегда успеваем получить в школе, в учебном процессе. И далеко не каждый режиссер будет похвастаться в своей творческой биографии теми данными, которыми обладает Александр Васильевич, как режиссер-педагог, режиссер-мыслитель, философ и хороший психолог. Так что мы получаем в профессии новые знания, новые навыки, и то счастье, которое мы испытываем в общении, в репетиционном процессе, дорогого стоит. Долгие вам лета, благодарю вас за то, что вы есть и в моей судьбе, и дай Бог, чтобы вы много-много еще поставили спектаклей, и было для нас как можно больше тех ролей, которые помогут нам развиваться и дарить зрителям, то, ради чего они приходят в зрительный залог. Спасибо. Низкий вам покажет. Еще об одном человеке хочу сказать два слова. Здесь тоже есть... Все женщины. Настя Кусыгина. Одна из молодых наших актрис, с которой у нас вот такая творческая настоящая встреча произошла в «Чайке». Она великолепно играет Аркадину в «Чайке», хотя по виду сразу не скажешь. Она играет много у нас в театре, она уже ведущая актриса, и очень много снимается, но сериалы. Сериалы не все смотрят, а есть у нее там очень хорошие работы. Кроме того, у нее есть свои программы, есть свои какие-то моноспектакли, которые она делает. Кое-что я видел, по-моему, это очень интересно. Обожаю людей неуспокоенных, людей, которые не сидят и ждут, когда на них упадет сверху роль, или что-то такое, а человек, который постоянно находится в тренинге в работе. Вот Настя Кусыгина маленькая такая. Пожалуйста. Я самая молодая из женщин, в коллекции Александра Васильевича, безмерно благодарна, счастлива. Никакой скромности. Никакой скромности. И я бы даже поставила прийти сегодня однажды, единственная ненакрашенная. Ой, ненакрашенная. Ненакрашенная страшная и ненакрашенная страшная. Это конца. Я благодарна вам очень. Я получила такую роль, о которой можно только мечтать, о которой можно только присниться. Я знаю, что вы увидели меня в моем моноспектакле, и что-то закрадут в ваше сердце. Я вам благодарна. Это действительно для меня было счастье. Счастье-счастье. И когда это счастье у нас закончилось, и мы выпустили спектакль, я подумал, боже, ну неужели больше такого счастья не будет? Пока нет. Есть? Увы, есть. И я опять счастлива, и я постараюсь не опаздывать. Мой милый, будь смелым, и будешь со мной. И я вишенем белым качнусь над тобой, зеленой звездою с востока блесну, студеной водою на панцирь плесну. Русалкую вольной явлюсь над ручьем, нам больно, нам вольно, нам сладко вдвоем. Нам в темные ночи легко умереть и в мертвые очи друг другу глядеть. Александр Кул. А еще Настя замужем за художника по свету, который делает мои спектакли очень красивыми. Он, правда, ушел в Большой театр работать, но тем не менее, все-таки он к нам возвращается и помогает в работе. Поэтому у нас все схвачено. Женили на Насте, Настю выдали за нее замуж, чтобы он не пропал в Туне. Я хочу никого не забыть, не пропустить, прежде чем скажу, действительно, о том, что сейчас уже не один год мы связаны творческой судьбой такой человеком, который меня очень понимает, которому я могу сказать все, что угодно, и он может это не только понять, но и притворить с очень большой актрисой и человеком, который никогда не выходит на сцену просто так, никогда не берется за роль просто так, ему важно во имя чего, зачем, про что, и очень дает мне счастье такого настоящего, как вам сказать, творческого анализа. Мы обычно спешим, особенно сейчас, но ведь школа-то наша никуда не девается, и она требует очень такого кропотливого служения. Я говорю, конечно, о героине последних моих спектаклей, которую я брал, учитывая то, что она есть в нашем театре, чтобы это были роли достойные ее имени, ее таланта, ее красоты. Я говорю о Людмиле Чурсиной. Пришла, мы не можем выйти в больницу по идее сегодня, но она все-таки отложила этот визит и пришла сюда. За что я ее очень тоже благодарен, хотя внутренне я ее, конечно, ругаю. Да, я даже подписала бумагу вплоть до летального исхода. Мы не допустим. Как раз услышать. Вы знаете, немножечко поздно, конечно, с вашей стороны, Александр Вахтерович, выпустить молодежь, красавицы, а потом вдруг нас. Вы так плохо смотрите. А вы заметили? А вам не показалось, что это заявка на новый имидж вообще? Оказалось. Своё плечо я брала цветами лишь только потому, что спеша к вам, я пыталась и прожгла. И вот думаю, чем это все? Хорошо? Вы знаете, вот вы здесь, ну, каждому верующему по вере, по его заслуженности Господь посылает духовника. Каждая актрисе иногда выпадает это огромное счастье встретить режиссёра, которому интересно с ней работать и который интересно работать с ним, с режиссёром. Я считаю, это огромный подарок судьбы, везение в том, что вот случилось, хотя мы не просто шли на встречу, но всё-таки оно случилось. Спасибо вам за те слова, которые вы сказали. А вообще, можно я открою маленький секрет ленинградский? В Санкт-Петербург. Действительно, всё прошло очень мило, залы были полные, всё было замечательно. И перед началом спектакля Александр Васильевич трудоголик, он с утра нырял в театр, после поезда, не поезда, не важно. Причём мы ехали в Петербург как раз 14 октября, это покров день, день рождения Александра Васильевича. И он категорически запретил себе ни капли, никакой воды. Ибо завтра нужно сразу в театр, это исполнил. вообще его ответственность, что так редко сейчас присутствует в наших режиссёрах, не только выпустить спектакль, но и долго-долго его как бы оберегать, его вести, заботиться о нём. И вот работают на сцене, сцена оказалась сложной для наших двух спектаклей, но Александр Васильевич в общем нашёл выход, и всё вроде бы смотрелось. И я как-то так подхожу, он сидит с какой-то местной журналисткой, вот, интервью даёт, и вдруг я слышу, она говорит, а у нас в Ленинграде, в Петербурге все считают, что вы муж и жена. Сон в ровне. Вот оно случилось. Сон в ровне. Сон в ровне. Твой глубокий вдох. Да, и моя мама, моя мама всё время говорит, Олечка, они поженятся. Знаете, ну наш брак, наверное, прочнее, чем просто браки, которые на земле. Это брак творческий. Конечно, в нём тоже всё случается. И я уже выступала в роли, ну, можно сказать, предательницы. И великое милосердие Александра Васильевича простило мне это. Вот. И более того, сразу была предложена интереснейшая роль. Потому что любит. Потому что любит. Взаимно. Вот. И, конечно, Александр Васильевич, больше всего хочется пожелать вам здоровья. Вы очень многим нужны. Вы нужны нам. Ну, молодому поколению, естественно. И, пожалуйста, не старайтесь уж так быстро дать нам ещё возможность чуть-чуть. Хорошо? Вот. я должна сказать, что Александр Васильевич умеет создать условия, условия и атмосферу во время репетиции, когда мы становимся одной семьёй. Потому что это не только репетиции, но это ещё какие-то расширения пространства души, ума, познания. Потому что он приходит на репетиции вооружённым до зубов. У него книжечки, он выписывает все какие-то умные вещи. его кумир, его педагог, учительница Мария Свиненко-Небель Бабанова. В общем, вот какая-то удивительная преданность этой профессии. И я хотела ещё сказать, я хочу поблагодарить всех вас. Я не люблю слово зрителей. Зрители это что-то так сидят и зря. Отстранённый, холодно. Правда? Мне кажется, что когда вы приходите в салы, вы хотите не просто сидеть и смотреть, а вы хотите, чтобы дотронулись до вашего сердца, до вашей души, вместе с героями жить, дышать, переживать и так далее, и так далее. Вот скорее вы наши партнёры. И ради вас мы выходим на сцену. И когда состоится это общение, этот обмен энергетикой, чувствами, и если нам удаётся, что-то в чём-то вам помочь в этой жизни, на что-то ответить, решить и вдруг найти выход, это, наверное, огромная радость и то, ради чего. Вы знаете, старше, вот какие-то все многие пели, читали стихи. поскольку я просто хочу сказать, я вглядываюсь в ваш портрет настолько пристально и долго, что я должна быть сбита с толку или попросту попадаю в плед. Ну, я клянусь, ваш правый глаз внимательнее, грустнее и строже, а левый веселее, моложе и больше выражает вас. Но оба темы хороши, что вы на мир глядите оба, и в их не схожести особой таинственная жизнь души. Они мне счастья не сулят, но лишь волнение без названия. Но нет сильнее очарования, чем ваш разноячивый взгляд. Я хочу, чтобы вот это волнение без названия для меня это самое дорогое ощущение в общении с людьми, тем более с мужчинами и с режиссером. Чтобы оно было многие-многие годы и чтобы я понимаю можно надоесть меняется. Но все равно в какой-то момент, когда уже совсем будет все очень сложно и так вот я готова даже вам пихмох-махмы. Я готова на чай подан, потому что вы знаете все равно общаясь с вами на репетициях на вообще даже по жизни это все равно это такое обретение в общем богатства для души для всего. Я вам кланяюсь до земли. Желаю то, что не могу сказать, что что здесь все-таки наш с Ириной Абрамовым ребенок сидит. Один, ой, да, два ребенка, смотрите, Света и Елена. Это наш первый курс, который мы ввели. Девочки самостоятельные, которые в жизни очень многого добились. Но вы нас не залете, мы отсюда и закулись, можно? Да, хорошо. Александр Васильевич. Это наш учитель. Вы поняли. Любимый. Света, кстати говоря, руководит дворцом детского творчества на площади трех вокзалов, там, который за ЦДКЖ находится, этот знаменитый дворец, который она маленькая такая. Передаю накопленный опыт. Да, энергии, в которой пруд пруди, и которая делает его сейчас просто удивительным, уникальным созданием. Кроме того, она снимает фильмы о выдающихся людях нашего времени. И вот здесь, кстати, присутствуют ее киногерои. И Стрельцкая, и Чештина в этих фильмах были. Без моего участка. Махмы. Знаете, как тепло стало сейчас? Наконец-то. Нет, вот этот человек, наверное, феноменален тем, что он не устает отдавать. Я не знаю, откуда в нем и столько сил, и столько таланта, что все время и всегда, что же я буду держать? Вот с мандаринами, чуть-чуть из груди, и чуть-чуть из вас с праздником. Хочу буквально два слова, на самом деле. Здесь два человека, которые сделали совсем неоднозначной в моем жизни жизнь Леру. Ирина Врановна, спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Александр Васильевич, творческого долголетия. Очень надеемся, что мы будем приходить на ваши премьеры, но как минимум четыре раза в год, если хватит сил. И, конечно же, вам здоровья и огромное спасибо за то, что вы есть, и за то, что вы были рядом с нами тогда, когда... Ну, наверное, нам было тяжело иногда, если бы нам очень помогали, и помогли вот своим жизненным, что ли, об этом жизненном уроке. Да, нормально. Говорят, дети, дети, дайте поговорим. Спасибо всем огромное. Спасибо. Я закрыла. Она очень талантливый человек, но разговаривает всегда так, как будто ничего не знает. Вы же все знаете, а ты сейчас говорила. А что? Потом я тебе наручу. Плохо. Опять воспитываетесь, смотря. Да. Вы знаете, как приятно, когда они звонят, когда они спрашивают, как вы, что вы. Спрашивают, не нужно ли чего-нибудь. Чего мне может быть нужно? Ничего. Тепла. Все в порядке, все есть, все хорошо. Тепла любви. Александр Васильевич, они всегда спрашивают, знаю ли я, где вы, что вы, как. Они знают, когда вы в гастролях, я не знаю. Они знают. Они все, как вы знают. И они докладывают. И они рассказывают про то, что вы делаете, какую новую работу. Они все это рассказывают. И я очень рада, потому что мне позвонить вам и спрашивать у вас. Ну как-то вы ни в миру не раздражались. Хотя я думаю, что все актрисы, которые с вами работают, счастливые. Я тоже была счастлива, когда работала с вами. И я особенно благодарна судьбе за вот этих вот и остальные, которые были тогда. Сколько нас всего-то? Человек 40, наверное. С двух курсов больше, наверное. Человек 60 или 70. Но там не только женщины, но и прекрасные актеры. Ну надо сказать, что, я не знаю, каких мы актеров из них воспитали. Многие стали актерами, многие какие-то, уже другое. Но то, что мы воспитали каких-то порядочных и очень чурких, тонких людей, в этом я ни секунды не знаю. Они пришли другими. Но вот сколько лет прошло уже, уже тысячу лет прошло. Вообще, когда мы закончили, и надо сказать, что они никогда не забывают. Ни годы своей учебы, ни нас, ни Элину, ни меня. Они всегда звонят на какие-то праздники, какие-то поздравления. Иногда очень застенчиво. Это так дорого, что передать просто невозможно. Семья! Я хочу не очень длить, значит, внимания ваше. Я хочу обязательно, чтобы все-таки мужской голос тоже прозвучал, кроме моего здесь. И нашему прелестному актеру, Вадику Пожарскому, я предоставляю на секундочку сцену. Спасибо, добрый вечер. Александр Васильевич меня столько раз уже представил. И на самом деле я... Вы запомнили, чтобы все запомнили тебя. Да, всегда. На самом деле это человек, который меня действительно за ручку привел в театр. Потому что театр я люблю, я с 10 лет на сцене и в драм-кружках, в театральных студиях. И случился период, когда мне немножко надоело. Я подумал, а вдруг люди зарабатывают деньги, вдруг я тоже что-нибудь заработаю. Так было 6 лет. Пока благодаря знакомству Александра Васильевича и моего друга, старого, давнего Акима Салбиева, с которым мы учились в Афгике вместе, он на режиссуре, я на актерском факультете. Вот они познакомились и мы познакомились. И Александр Васильевич сказал, а что ты сидишь на одном месте? Давай, давай в наш театр. Ничего не заработаешь. Ничего не заработаешь, абсолютно. Ничего не заработаешь. Но будешь заниматься любимым делом. Будешь заниматься любимым делом. И меня взяли без просмотров, без показов, безо всего. Я несколько ланюсь вам, потому что в моей судьбе вы сыграли огромное спасибо вам огромное. Но, вот я с самого начала слушаю, как идет вечер. И слышу о том, что, как вы любили женщин. И любите их. И вы светитесь, когда встречаете свою новую звезду, новую актрису. Вы заинтересованы всегда в этом. Я подумал об одном. Что спеть сейчас. И вы знаете, позвольте мне взять на себя такую смелость. Я спою от вашего лица. Всем прекрасным женщинам. Хорошо. Ласковая песня. Будьте добры. Мы вдвоем поздний час Вводим в опыту молчанье. Столько лет Все у нас За первое свидание Сердцем воило Пролит вода Скоро Дождь Отвечается Засыпай Моя любимая Пусть мечты Сбываются Под луном Облака Словно крылья Лебединая И в руке Сбит руна Но не судьба Лебединая Все у нас С тобой По-прежнему Только Год Пусть И все Там Жил Моя нежная В этом Синим Голос Пьет Пьет Пью часы Луни Смир Сладко Смир Моя красавица Пусть Пройдет Пусть Моя Пусть пройдет много лет, и мне так живешь, нравится. Спасибо, спасибо. Особенно простенье пластика мне понравилось. Здесь присутствует народный артист, значит, режиссер и владеющий Пушкинским музеем человек Аким Салбиев. Хороший мой друг, поклонник наших спектаклей и просто хороший человек. Хочу его тоже представить. Я готов был только на торжественное такое, поэтому... Выпускать торжественное. Это очень как-то спектакль идет, какой-то импровекционный, и мне очень нравится, что это останется навсегда. Знаете, я учился в Авгике, а к Авгику был близок театр армии, советской армии. И мой первый спектакль, который я видел, это «Дама с камелиями». И с тех пор, вот уже больше четверти века, я даже на все ваши спектакли... Кинематографисты не очень любят театр, они говорят, ну, что такое театр, общий план такой. Я вас люблю искренне. Даже на общем плане. Рад, что дорожу дружбой с вами, Александр Васильевич. Вы кино «Макумир в Висконте» в театре вы, Александр Васильевич. В прошлом раз, когда мы встречались здесь, значит, я читал стихи. И мне сказали, что вы почитаете стихи и так далее. Понимаете, ну вот я как-то боюсь вдруг, потому что я не помню, что я читал, честно говоря. И поэтому я боюсь, чтобы не повторить. А вы повторяете все это чудесно. Так, сейчас ищу эпиграф, как всегда. У меня перед каждым пьесой, спектаклем, да, в программке написан, ну, как бы эпиграф, который, ну, определяет главный смысл, что ли, того, о чем я там собираюсь сказать. И вот я хочу вам просто прочитать несколько стихи, очень коротких стихотворений своего любимого Рейнера Мария Рейки. Я знаю хорошо его часословно изусть. Эти стихи я наизусть не знаю, поэтому я их именно прочту, с вашего позволения, вот отсюда, ладно? Так, это как бы мне показалось, что оно какое-то имеет ко мне отношение. Пустите, я пройду тихонько мимо, как дождик, мельком трогая людей, Неудержимо никому ничей, и чувством будничным, неодержимым. Театр на жизнь как будто не походит. В действительность он как бы перерос. И все же снова чудо происходит. И все-таки ответы на вопрос нам слышатся о жизни и о смерти. О, мы доходим, словно вы шутя, до судей их. Играющему в верте он женщина, он демон, он дитя. И снова, снова мы в его сетях. Есть из ней владенчество приводит нас к познанию нашего пути. Что ж, мы знали, что года проходят, а теперь и нам пора пройти. Как все в картине объединено, все правда в ней, и все необъяснимо. И зреет дальше дивно и незримо, оно отминет с нами заодно. Так знай же, нет преграды для души, Неслыханная даль с тобой сольется, И голос твой, что прозвенел в тишине, В тех звездах отдаленных отзовет. Отзовет. Можно я только два слова сказать? Да, пожалуйста. Во-первых, добрый вечер. Я зовут Театр Российской Армии, Меня зовут Марина Астапина. Во-первых, я присоединяюсь ко всем тем поздравлениям, которые уже прозвучали в этом зале, и от лица партнеров зрителей, и от лица артистов нашего театра, моих коллег. С удовольствием поздравляю Александра Васильевича с этой заслуженной наградой. У меня здоровья, удачи, вдохновения и многих-многих лет творчества. Александр Васильевич – режиссер удивительный. Помимо постановочных решений, очень интересных, неординарных, необычных решений, он редкий режиссер, особенно в наше время. Он растворяется в актере, и актер, вы знаете, большая роль, маленькая роль, средняя роль, но актер всегда виден, всегда заметен, всегда его или ее, если это актриса, всегда можно запомнить, и в любой момент можно, так сказать, вот в какой-то определенный момент всегда вспоминается та или иная работа. Я повторюсь, неважно, большая это роль, средняя или малая, потому что весь спектакль, у него как бы сотка вот из этих замечательных, необыкновенных актерских работ, из этого прекрасного света, он всегда у него прекрасного, Александра Васильевича, партнера, по свету, по звуку, по сценографии, по костюмам, всегда это единое, целое, всегда это ансамблевый спектакль. И не зря, скажем, про один из последних спектаклей, про одну из последних премьер Александра Васильевича, про Чайку сказали, что это новое слово в Чаховиане. Что касается вот наших совсем последних премьер с Людмой Алексеевной Чурсиной, замечательные, конечно, работы, как и те, которые были прежде, вы знаете, я просто всегда удивляюсь, что Александр Васильевич никогда не ищет легких путей в творчестве. Он выбирает такие сложные пьесы, поверьте мне, очень сложные, всегда загадочные, всегда какие-то манки, для того, чтобы увлечь зрителей, увлечь артистов, увлечь всех тех, которые с ним работают. Это большое счастье с Александром Васильевичем просто общаться, просто разговаривать, потому что всегда узнаешь нечто необычное, нечто неординарное, и того, что нельзя прочитать ни в одной книге о той или иной пьесе, о том или ином произведении. Александр Васильевич любит рельки. Вот рельки по поводу Ипсона, которого Александр Васильевич вставил, «Серебряные колокольчики», это Йон Габриэль Бортман сказал как-то по поводу драматурного Ипсона, что однажды, встретившись с Ипсоном, ты пойдешь за ним следом, ты будешь следовать всю жизнь. Я считаю, что эти слова можно в полной мере отнести к Александру Васильевичу как драматургу. Раз встретившись с Александром Васильевичем, артист за ним будет следовать всю жизнь. Я чувствую, что... Ну, во-первых, так, я еще раз благодарю всех. Еще раз благодарю искренне всех. Благодарю. Ну, я не знаю, какие можно найти слова и какую можно изобразить улыбку. Я просто искренне благодарю. Я благодарю всех, кто пришел сегодня. Я благодарю прекрасных женщин, которые пришли сюда сегодня. Сейчас, да. И наших прекрасных актрис. И не только актрис. А наших прекрасных ребят. И вот, ну, понимаете, когда вот ты общаешься с такими интересными людьми, ну, я иногда говорю себе, какая у меня несчастная жизнь. Я так сижу и хожу, потом по дому с таким несчастным лицом и так далее. Потом я начинаю что-то такое опять читать, искать что-то и думать. Почему такой уж я несчастный? Вроде бы совсем даже и нет. Может быть, и счастливый. Но потом кто-нибудь из друзей об этом скажет. А сейчас я очень рад, что мы сегодня все увиделись. Я надеюсь, что вам не было скучно сегодня с нами. Потрясающе. И я надеюсь, что мы еще поживем и что-то еще сделаем. Обязательно. Спасибо большое. Простите, ради бога, от волны, я забыла сказать самое главное. Это опять-таки касаемо Петербурга, наших гастролей. Да, мы сегодня живем в сложное время. Оно сложное, особенно для духа, для души, для духовности. Оно может быть комфортно для горизонтального состояния, удобства и так далее, и так далее. Но сегодня, когда, так сказать, эпатажность, когда продажность всего тела, души, позиции и всего прочего стали естественным и так далее, то было приятно, когда заканчивались спектакли, я выходила, а курить нигде в театре нельзя, там специально на отдельной площадке, и приходило очень много актеров петербургских. И причем, знаете, таких нехилых. Иван Краско, затем Ирина Соколова, Татьяна Васильевна Максимко, Виктория и так далее, и так далее. И они не видят меня, они для того, чтобы я слышала, они говорили, ребята, вы сегодня видели ВДТ в лучшее время. А вообще, когда эта анализ высовывалась все-таки, как раз спускался Сережа Колесников со своей супругой, и они говорят, у вас гения, у вас потрясающие партнеры, артисты, ваш партнер. И говорят, собственно, вот он идет. Сережа, послушайте. Они ему какие-то слова говорили. И говорят, вообще, у вас уникальный режиссер. Это практически ископаемое на сегодня, как он умеет копать, рыть, как он умеет вас вооружить для сцены, когда все становится понятным, любое движение души, духа и всего прочего. Вот. Просто великий режиссер. Я думаю, а какой еще? Я не сказала, гениальный. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А еще одна секундочка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А еще хочется в Ялту, и в маленький, тихий курзун, и еще тепло, и грецкие орехи, и винные ягоды. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Кругу поклонников. Давай, Леша, с ними сделай хоть один кадр. У меня все уже сделано давно. Мне нравится. Смотри. И руку на плечо. Подслушать в музыке что-то и выдать шутя за свое. Перекрыли лицо. Перекрыли мое лицо. Все, отлично. Давай? Давай. Тогда вот пока вот так вот. Давай. А по поводу фильма сейчас поговорим тоже.